Змеиная активность растет. С наступлением майской жары в Прикамье присмыкающихся все чаще стали замечать на городских улицах. Сообщения приходят из разных территорий региона. В Кунгурии людей напугала гадюка. В Перми, по словам горожан, есть несколько пострадавших от укуса ужей. Эту рептилию запечатлел на видео житель Голованова. Историю еще одной встречи уже с гадюками опубликовало издание АИ в Прикамье. Жительница Кондратова рассказала о том, как от укуса рептилии пострадала ее собака. Пошли гулять с собакой на дальние кондратовские поля. Собака на что-то отреагировала. Я подошла и увидела, как одна змея юркнула в сторону воды. Решили, что это уж и не придали значения. Через полчаса собака ужелаяла на другую змею, которая решила не убегать, а защищать свою территорию. Мы подбежали и увидели черную красивую змею без желтых пятен. Уже на подходе к машине собака встретила еще одну особь. И это было фатально. Змея оказалась не из миролюбивых и атаковала собаку. Еще об одном инциденте рассказали жители домов на улице Макаренко в Мотовилихе. Там накануне заметили несколько ужей. Женщину укусили. Спасатели приезжали, смотрели, никого не нашли. Четыре змеи, говорят, были. Но многие предполагают, что их кто-то выпустил. Зоологи рассказывают, нужно сильно чем-то насолить ужу, чтобы он укусил человека. Поэтому пытаться поймать присмыкающихся специалисты не рекомендуют. И добавляют, активность змей в регионе сейчас явление вполне естественное. В Прикамье их обитает три вида. В Перми встречаются два из них – ужи и гадюки. Они живут и в долинах рек, и во дворах с густой высокой травой. Выросшая активность присмыкающихся связана с жарой и брачным периодом. Буквально пройдет одна-две недели, эта активность брачная спадет. И они будут появляться утром для прогрева на солнышке. И вечером, когда у них период охоты в вечерние сумерки. Не стоит очень сильно бояться их змей. То есть у нас нет смертельных для человека змей. Яд гадюк для людей не опасен. В случае укуса, говорят эксперты, человеку потребуется всего несколько дней покоя, чтобы прийти в себя. В эти дни нужно также обильное питье. Татьяна Овсянникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.